Привет всем! В одном из видео я рассказывал и показывал, что может твориться в вашей домашней электросети, что происходит, какие последствия при малом напряжении, при повышенном напряжении будут у вас выходить электроприборы из строя. Кто с этим сталкивался уже, те давно установили реле напряжения, обезопасили уже себя после того, как столкнулись с проблемами, когда сгорел у них холодильник, дорогой телевизор, и им никто не компенсировал, потому что государство не дало нам выбор, у нас монополия на электроэнергию, вы продолжаете пользоваться, но уже для себя сделали выводы и установили реле напряжения. Я с этим пока не сталкивался, поэтому реле напряжения установил еще в том видео, тогда вам показывал. Реальная гарантия 5 лет, данное реле потоку от 0,1 до 40 ампер, мощность до 8,8 кВт. Включает в себя упаковка само реле, подробную инструкцию и гарантийный талон. Реле выглядит очень достойно, выполнено из негорючего пластика, мощные клеммы, качественные. Реле крепится на один рейку и занимает место стандартных трех автоматов. Сзади, в общем-то, наверное, основная информация по реле. Имеется информационный дисплей, на котором указано напряжение, ток и активная мощность. Простая настройка и управление реле производится тремя клавишами. Клавиша плюс, клавиша минус и центральная клавиша меню. Гарантийный талон, как я вам уже говорил, с реальной гарантией. Условия гарантии, все прописано. Ссылку на сайт производителя и на данное реле я оставляю в описании к видео. Производитель Zubr производит не DS Electronics, не только реле Zubr, еще различные полезные товары. Значит, очень подробная инструкция. Вот, в общем-то, вся линейка данных реле, о которых я вам говорил. Технические характеристики. В общем-то, все прописано. С инструкцией стоит ознакомиться. Получив данный комплект с инструкцией, вам не нужно будет нигде искать информацию. Просто сесть, почитать, разобраться. Схема подключения, различные предупреждения, как установить, как подключить в электрощитке. Все здесь прописано. И даже инструкция по эксплуатации. Все подробно. Также имеются примеры, что будет появляться на экране и что это все обозначает. И навигация по функциональному меню, по кнопке настройки, в которой можно вызывать различные пункты меню. Нажав один раз, к примеру, последнее аварийное напряжение, ток и активная мощность. Можно посмотреть информацию только для просмотра. Один раз нажали и вы увидите информацию по аварийной сработке. Именно при отключении, при сработке реле, какая последние были показания напряжения, тока и мощность. Два раза границы сработки по току можно выставлять. Кстати, данное реле предназначено для защиты однофазного электрооборудования от колебаний напряжения, тока или мощности заданных пределов. И с помощью многофункционального реле можно ограничивать потребляемую активную мощность. Предупреждение, внимание, реле показывает активную мощность. Активная мощность состоит из активной и реактивной мощностей. И ее можно рассчитать, умноживши напряжение и ток. То есть, данным реле еще можно ограничивать активную потребляемую мощность. Выставлять значение. Если будет превышать это значение, реле отключится. Кстати, данное реле также можно калибровать. Так вот тут и прописано. Если вы считаете, что показания экрана напряжения или тока зубра отличаются от какого-то устройства образцового, то вы можете это все дело калибровать. Также можно посмотреть версию прошивки. Опять же, все показано. Какую кнопку, сколько раз нажать, сколько раз удержать. Какие значения появятся на дисплее. Также можно реле полностью сбросить к заводским установкам. При удержании всех трех кнопок, больше 8 секунд, на экране появится напись DEV. И будет сброс к заводским установкам. И перезагрузка реле. Кстати, также имеется защита от внутреннего перегрева. Здесь так и прописано, что если температура в середине корпуса повысится больше 80 градусов Цельсия, произойдет аварийное отключение нагрузки. И на экране будет моргать ОХТ-перегрев. Сработала защита по температуре. Если температура снизится до 60 градусов, внутри корпуса реле можно разблокировать нажатием любой кнопки. И надпись при этом перестанет мигать. Вот в общем-то образец, какая надпись появится. При обрыве или коротком замыкании датчика термозащиты реле будет продолжать работать в обычном режиме. Но каждые 4 секунды будет появляться вот такая вот надпись. Означает проблема с датчиком. Реально, исходя из инструкции, реле многофункциональное. Все, что нужно, все есть. По напряжению, по току, по мощности можно все ограничивать. Задержка включения выставляется опять же. Ну и как видите, немаловажна термозащита. Ну все классно. Подключу реле, посмотрим как работает на столе. Потом поднесу его на место, подсоединю в электрощит и покажу вам как оно там будет работать. Ничего сложного нету. Ноль. Фаза вход, фаза выход. В данном случае, когда мигали цифры, шла задержка по включению. Выставлено, наверное, несколько секунд. И вот данные. Вверху напряжение, которое сейчас в моей домашней электросети. Ток ноль и нагрузки нету. Тоже все по нулям. Очень классно отображаются. Вполне читабельно. И красиво все. Тут же сразу можно посмотреть, какие заданы пределы по напряжению. Нажав кнопку минус, можно увидеть, что выставлен нижний предел 198 вольт. Верхний предел 242 вольта. Данные пределы, как я уже говорил, можно менять. Нажав кнопку нижнего предела и удержав ее, можно менять данные. Вот, например, поставить 190 вольт. Данные сохранились. Также можно и верхний предел регулировать. Вот, например, 250 вольт. Данные сохранились. Каждое нажатие средней кнопки выводит определенную информацию на дисплей. Одно нажатие кнопки – это информация по последнему аварийному отключению, напряжение, ток и активная мощность. Нажатие кнопки два раза. Границы сработки по току. Заданный 10 А. Нажатие три раза. Границы сработки по активной мощности. Три киловатта установлены. Нажав четыре раза. Задержка включения нагрузки. Шаг три секунды. Я установлю 9 секунд задержку. Нажав кнопку пять раз. Мы увидим задержку отключения нагрузки при сработке по току или же превышении мощности. Заводская. Пять секунд установлена. Можете поставить больше. Шаг одна секунда. Нажав и удержав кнопку три секунды, перейдем в режим калибровки реле. Нажав и удержав кнопку восемь секунд, перейдем на информацию о прошивке реле. И для чтения кнопку не отпускать. П2.9 40 А. В общем-то все. Настраиваете под свои потребности, под свои надобности. Устанавливаете реле и пользуетесь. По информации аварийного отключения реле, можно видеть, что реле отключилось именно по току, потому что превысило заданные границы. Сработка была при 10,7 А, а заданные границы по току 10. Кстати, еще раз доказательство полезности реле напряжения. Вот я посмотрел информацию по сработке. При каком напряжении было последнее аварийное отключение реле. То есть реле отключило полностью весь дом от электропитания. Посмотрите. 475 Вольт. Как вы считаете, это нормально? Я считаю, что реле напряжения должно стоять у каждого. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Готово. Реле установлено. Можно производить включение. Пошла задержка, выставленная мной. 9 секунд отсчет пошел. Реле щелкнуло и подало напряжение на дом. И в онлайне показана информация по мощности на данный момент потребляемой и по току. Зеленый светодиод информирует нас о том, что реле включено. В случае, если у вас на улице производится, к примеру, работа или в доме многоэтажном, выключили полностью электроэнергию, при следующем ее включении, если же напряжение будет превышать пределы заданные, реле не будет подавать питание на вашу квартиру, на ваш дом. Реле напряжения это защитное устройство, которое будет защищать ваши электроприборы от низкого и высокого напряжения. Это не стабилизатор, чтобы не путали, но это многофункциональное реле. Опять же, что неплохо в режиме в онлайне отслеживать потребляемую мощность и ток. Вот на данный момент включился бойлер, нагреватель воды. Тут же изменились показания в онлайне по потребляемой мощности, активной и по току. Ну и мой совет, исходя из опыта, покупайте реле один раз, а не как я вот несколько раз. Купил сразу одно реле, сэкономил деньги и, как видите, со временем, все равно, через какое-то время купил другое реле, то, которое мне именно было нужно. Поэтому покупайте сразу то, что вам нужно. Покупайте реле многофункциональное и реле качественное. Скупой платит дважды. А на сегодня все. Всем удачи и до следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok